В эфире информационная программа «Пульс города» в студии Ирина Волкова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске. Погода на выходные обещает битлетний, но походы в лес запрещены. Одна котельная на два микрорайона. Кандалакша включена в комплексный инвестиционный план по реконструкции теплоснабжения. Да будет праздник! Горожан приглашают с размахом отметить День города. Сократить расходы северян на оплату услуг по отоплению – это одна из основных целей, которую ставят перед собой разработчики комплексного инвестиционного проекта по модернизации системы теплоснабжения. Работы в рамках него пройдут и в Кандалакши. На средства инвесторов в нашем городе предполагается возвести угольную котельную, которая будет подавать ресурс доможителей железнодорожного микрорайона и военного городка. Подробности далее. Комплексный инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения Мурманской области на сегодняшний день является одним из крупнейших в России. Он реализуется во исполнении поручения президента Российской Федерации. Первый этап проекта рассчитан до 2020 года. В течение этого времени в нашем регионе планируется провести ряд мероприятий по переходу на альтернативные источники тепла, актуализации имеющихся систем и строительства новых котельных. Участие в проекте принимают 13 муниципалитетов Заполярья, в том числе Зеленоборский и Кандалакша. В нашем городе планируется возвести одну угольную котельную, которая заменит действующие 21-ю мазутную и три угольные – первую, третью и четвёртую, расположенные на улице Фрунзы. Перед местными властями сейчас стоит задача – выделить земельный участок для возведения нового объекта теплоснабжения. Место, где он будет размещаться, уже определено. В районе между локомотивным депо и КАЗом, то есть в той где-то зоне, и до 30 августа также перед нами поставлена правительством задача актуализировать уже нашу районную схему теплоснабжения в соответствии с областным ГИП. Пошло практическое ускорение самого этого процесса, потому что, по нашей информации, есть реальный инвестор, инвестиционный, который готов осуществлять вот эту вот программу, то есть за счёт собственных средств, а не за счёт средств бюджета. Как заявил Владимир Задворных, возведение новой котельной будет проводиться за счёт частных средств. Правда, пока название компании, готовые вложить деньги в строительство дорогостоящего объекта, власти Кандалакши не называют, ссылаясь на то, что их дело – техническая сторона вопроса – подготовка документов в деление земли, переговоры с инвесторами и заключение соглашений – забота региональной власти. График движения автобуса, следующего по маршруту Кандалакша – Белое море, в ближайшем будущем может претерпеть некоторые изменения. Впрочем, всё зависит от мнения горожан, которые пользуются услугами 115 маршрута. С просьбой внести корректировки в действующий график в администрацию города обратилось руководство компании-перевозчиков «Токолонны 1443». В частности, предлагается немного изменить время отправления автобусов в утренние и дневные часы. Изменения предполагаются значительные. Так, например, организовать отправление автобуса из Кандалакша не в 12.15, как сейчас, а в 11.40. Следующий рейс спустить не в два дня, а в 13.30. Удобен ли этот график для пассажиров, ещё только предстоит выяснить. В настоящее время управлением городским хозяйством сейчас проводится сбор предложений и мнений по данному вопросу. С подробным вариантом предлагаемого графика движения можно ознакомиться на сайте городской администрации. В Мурманской области введены ограничения на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств. Данная мера направлена на обеспечение пожарной безопасности в лесах и будет действовать до 4 июля текущего года. В частности, ограничения вводятся на территориях Манчегорского, Лавазерского, Кировского, Зашейковского и Тирского лесничеств. Запрет в соответствии с приказом Министерства природы Мурманской области будет действовать до 4 июля включительно. В ведомстве отмечают, что помимо посещения лесов и въезда туда автотранспорта, запрещено разводить на землях лесного фонда костры. Обо всех случаях возгорания в лесу следует немедленно сообщать по телефону прямой линии лесной охраны 8 800 100 ровно 94 00. Пенсионный фонд России продолжает расширение электронных сервисов. Теперь для того, чтобы получить целый ряд услуг, необязательно идти в отделение фонда. Достаточно зайти на сайт учреждения и оформить необходимые документы, получить выписку или информацию, направить обращение, подать заявление. Для жителей Мурманской области, как и для граждан всех регионов страны, на сайте пенсионного фонда заработали еще несколько дополнительных сервисов. Теперь в буквальном смысле, не выходя из дома, граждане могут подать заявление на установление ежемесячной денежной выплаты, которая, как правило, назначается вместе с пенсией по инвалидности. Одновременно они получают статус федерального льготника, и им назначается выплата. Кроме того, сервисами пенсионного фонда могут воспользоваться семьи, имеющие права на получение материнского капитала. На сайте фонда можно оставить заявление на выдачу сертификата и на распоряжение его средствами. Праздник к нам приходит. В эти выходные кандалакшане с размахом отметят День города. Мероприятия будут организованы на монастырском Наволоке. Здесь каждый найдет себе занятие по душе. Праздничные гуляния продлятся два дня. Организаторы торжества позаботились о том, чтобы программа мероприятий была яркой, интересной и насыщенной. 2 июля на берегу Кандалакшского залива развернется фестиваль исторической реконструкции. На монастырском Наволоке будут работать интерактивные площадки. Горожане станут свидетелями показательных выступлений, сражений и турниров. 3 июля в воскресенье всех пришедших на праздник ждет большая концертная программа – водное шоу аквабайкеров. Будут работать лавки сувениров и игровые площадки. Центральным событием воскресного дня станет старт парусной регаты. Обращаем внимание, что проезд личного автотранспорта в течение двух дней по улице Заречная будет ограничен. В субботу запрет будет действовать с 15 до 20 часов. В воскресенье с 11 утра до 6 часов вечера. Это все новости, которые мы успели подготовить для вас сегодня. Далее вас ждет блок коммерческой информации и прогноз погоды. А я с вами прощаюсь. Увидимся в понедельник в это же время. Всего доброго и до встречи!